Что будет с iPhone 6s, если бросить его в жидкий азот, а потом сразу в кипяток? Что останется от Samsung Galaxy S7, если бросить его в блендер? Бросок 14 iPhone на большом стеклянном шаре с 10 этажа. Заинтриговал? А ведь все эти видео вы сможете увидеть на канале, полностью посвященном краш-тестам TechRex на русском. Вас ждет еще много чего интересного, так что заходи и подписывайся. Ссылочка на экране и в описании. Всем привет! Наверняка каждый человек из тех, кто увлечен так называемым железным спортом, задавался вопросом увеличения мышечной массы, для того чтобы выделяться относительно окружающих его людей. Но несмотря на старания, вы всегда будете замечать кого-то больше себя, и как далеко бы вы не зашли, вы все равно будете встречать людей, относительно которых вы будете казаться маленькими. Давайте возьмем среднестатистического атлетически сложенного человека, вес которого около 75-80 кг, при росте 175-180 см. Относительно кого-то этот парень уже качок и имеет достаточно неплохое телосложение. Но давайте сравним его, к примеру, с Аароном Кертисом, который весит 80-85 кг. При таком же росте мышцы предыдущего парня уже не кажутся такими внушительными. Конечно же, ведь Аарон весит на 5 кг больше, при том, что процент подкожного жира явно меньше. Отсюда мы получаем такую визуальную разницу. Но оба этих парня просто меркнут по сравнению с Ли Пристом, соревновательный вес которого составляет лишь на 10 кг больше, чем у предыдущих. Однако, стоит отметить, что рост Ли всего 1,63 м, и неизвестно до каких размеров смог бы вымахать этот невероятно талантливый атлет. А теперь давайте взглянем на человека, имя которого просто ассоциируется со словом бодибилдинг. Это, конечно же, Арнольд Шварценеггер. Семикратный мистер Олимпия Арнольд Шварценеггер имел вес порядка 107 кг, при росте 188 см. Достаточно внушительные показатели, а также бисепс 55 см. Но и он проигрывает как по росту, так и по весу такому атлету, как Мартин Форд, Ставшему знаменитым благодаря еще даже не вышедшему фильму «Неоспоримый». Все вы, конечно же, знаете, кто такой Скотт Эткинс, и наверняка оценивали его габариты как весьма нескромные. Но вы только посмотрите, как он смотрится на фоне Мартина. Вот вам еще пара фото для сравнения. Вот мы и приблизились к точке, где, казалось бы, все, куда уже больше 150 кг мышц. Но не тут-то было. Может, в росте Мартину я и не нашел равных. Но вес у него уж точно не самый большой. На повестке у нас Михаил Кокляев. Русский богатырь, весом больше 160 кг и ростом 192 см. Тяжелоатлет, пауэрлифтер. Рядом с ним бодибилдеры кажутся просто маленькими мальчиками. Но и он не самый большой. Пол Дилет. В межсезоне имел такой же самый вес, как и у Михаила. Но при этом он культурист. И правды ради стоит отметить, что жира в его теле даже в межсезон меньше. А значит, мы смело можем ставить его на уровень выше, чем Михаила. Но и тут мы нашли бодибилдера больше. При росте всего 176 см мы имеем 165 кг мышечной массы от Виктора Ричардса, который уже в 15 лет имел 50-сантиметровый бицепс. А на пике его бицепс достигал невероятных 66 см. Просто огромный атлет. Стоит также учесть, что Ричардс не использовал такие сумасшедшие дозировки в фармакологии, как это делают нынешние ПРО. Его секрет крылся как раз в исключительной генетике и низком производстве миостатина – белка, который подавляет рост мышечной ткани. При такой массе у Виктора реальный был вакуум. Там не было даже намека на нынешние пузатые очертания. Что ж, это все. Больше, чем Виктор, мы никого не нашли. Наверняка подумали бы вы, но нет, есть еще больше. Кирилл Сарычев побеждает его с отрывом аж в 10 кг и общим весом в 175 кг. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Кирилл на данный момент является абсолютным рекордсменом в безэкипировочном жиме. Ему удалось пожать поистине чудовищный вес – 335 кг. А также в одной из передач бодимании Кирилл пожал норматив мастера спорта международного класса в категории плюс 140 на 9 раз. То есть 252 кг на 9 повторений. Но что тут еще сказать, настоящий монстр. Кстати говоря, помните ли приста, о котором мы говорили в самом начале? Того здоровенного культуриста. Вот как он смотрится рядом с Кириллом Сарычевым. А вот и четырехкратный мистер Олимпия рядом с Кириллом. Что ж, я думаю достаточно. Правда ради скажу, что атлета больше я не нашел. Но это не означает, что его не существует. Я также упустил таких монстров, как Боб Сап, Биг Рамми или Ноастир. Дабы не делать этот выпуск слишком долгим и утомительным. Как видите, все в этом мире относительно. И нет особого смысла гнаться за супермассой, если вы не выступающий атлет. Не стремитесь стать лучше, чем другие. Становитесь лучше себя самих. И помните, больше не значит лучше. На этом все. Надеюсь, видео вам понравилось. Если вы знаете атлета, который больше Кирилла Сарычева или просто крупного атлета, который не удостоился внимания, пишите в комментариях под этим видео. А также подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!